Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Слушайте, ну вообще, как вот живет с спасателем? Я каждого из вас спрашиваю. Ведь работа-то очень сложная и подчас экстремальная. Вот не страшно мужа на работу отпускать? Конечно, волнительно, но мы всегда его ждем и любим домой. Работа хоть и сложная, но очень интересная. А супругу как отправить на работу? Это еще же страшнее, мне кажется. Свою жену? Ну мы вместе как бы просыпаемся. Муж всегда готовит чай. Так. И вместе? Вместе. У нас ребенка, муж ребенка в школу, жена. А вы служите вместе вообще в одной части? Мы работаем в Минском городском управлении. Я работаю при управлении пач-12. Жена в самом городском управлении. А это вот сложно работать вместе в одной сфере, постоянно на работе, пересекаться дома? И вот еще. Вы знаете, работа остается на работе, а домой она никаким образом не переносится лишь в тех ситуациях, когда либо супруг, либо я рассказываем ребенку о тех чрезвычайных ситуациях, которые случались. И как оказывалась помощь, особенно все, что касается оказания помощи детям. Я могу сказать, что вот работать в одной сфере, это очень непросто. Мы просто с супругами занимаемся одним и тем же делом, и мы приходим домой, мы в любом случае начинаем говорить о работе. И это, конечно, очень, вот так сказать, оставить все время на работе. Как вы научились? Вообще сложно, но мы переключаемся, есть какие-то другие интересы, семейная забота, дела и все остальное. На работе тоже немножко устаем, поэтому хочется отвлечься и отдохнуть, и переключиться дома. Юлия, Сергей, расскажите, как вы познакомились? На работе, либо же где-то вот в другом? А потом оказались, что вы вместе работаете. Нет, познакомились мы еще, вместе мы с одной деревней, познакомились еще Юлия. В детстве, да? В детстве, скажем так. Юлия ходила в восьмой класс, я уже закончил школу, я уже учился в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Был студент первого курса, вскоре, когда жена закончила школу, она туда же поступила. Мы жили вместе в общежитии с ней, как бы 6-5 лет, потом аспирантом был 3 года, это 8 лет. А как это из педуниверситета вас занесло? Спасатели-то, а? Вы знаете, скорее всего, в нашей ситуации это семейная традиция, поскольку дедушка, супруга работал начальником пожарно-аварийной спасательной части в деревне Грес, Слуцкого района. Через некоторый промежуток времени судьба так сложилась, что мой отец работал начальником части той же пожарной. Ну и с 2006 года супруг работает в Минском городском управлении. И вот буквально год назад судьба меня тоже привела сюда, ну, по специальности в психологии. Ты знаешь, я вот задаю вопрос, как можно было из педагогов попасть в спасатели? То же самое можно знать и мне. Я ведь тоже когда-то заканчивал Белорусский государственный педуниверситет. Прихотайте, я тоже оттуда. Все мы оттуда вышли, чтобы телеведущие пришли. Здорово. Скажите, а вот как все-таки вы будете поздравлять своих коллег с таким праздником замечательным? Есть какой-то повод, да? Может быть, какой-то традиции? Традиции, да. Что такое? Вы знаете, что касается традиций на работе, то это, конечно, доброе пожелание. Совместное проведение мероприятий. А премия от руководства? Корпоративная культура развития. А работник года? Работник года и премии. Все отдел пропаганды организует, и мероприятия всегда у нас торжественные проходят на достаточно высоком уровне. Ну, а что касается праздника в кругу семьи, то это, конечно, теплый семейный ужин. А вот сегодня ведь еще, помимо всего, крещение. У вас нет традиции окунаться в прорубь в этот день в вашей семье? Глеб. Я просто у всех это посвящаю. У всех советую. Я уже свою семью по-своечку этому приучаю. Именно в нашей семье этой традиции нет. Но в подразделении, то есть ребята эту традицию поддерживают. Сами ребята, многие поддерживают. Вот именно в моей части ребята поддерживают традицию окунаться в прорубь. Я знаю, что многие ребята специально прорезают полынью, помогают все это организовать, находятся на страже. Ну, всякое бывает, знаешь, чтобы не поскользнулся, не упал. Вот, кстати, правда, работать в празднике, это сложно? Часто случается у вас? Это случается, и мы к этому готовы. А бывает такое, что вы вместе на работе? В новогоднюю ночь какую-нибудь, а? Ну, бывает, что у меня дежурство, сутки попадают, а жены так же усиление, как... Или какой-нибудь выезд на чрезвычайную ситуацию. Такие ситуации бывают, когда наш ребенок готов, он остается дома один и ждет. А сколько лет? Дочери 7 лет. 7 лет. Она еще не планирует стать спасателем? Знаете, она гордится тем, что ее родители работают в этой системе. И когда ее спрашиваешь, кем ты хочешь стать, на сегодняшний день она говорит, что я хочу стать либо врачом, либо пойти работать в МЧС. Здорово. А вы берете ее с собой на работу? Ну, иногда так бывает такое, что родители иногда берут с собой родителей. Да, она еще... На экскурсию. Ну, как-нибудь, да. Она была маленькая, когда еще в детский сад ходила, она ко мне неоднократно в часть приезжала, и ей было очень интересно, папа, покажи мне вот это, а что вот это такое? А чем это, именно вот этот автомобиль, чем он интересен, куда он ездит? Нравится, да. То есть ей нравится. Вот в этот праздничный день, сегодня действительно небольшой праздник, и православный праздник, и сегодня праздник у вас, профессиональный. Что бы вы хотели вашим коллегам, вот с которыми вы вместе слушаете, да и вообще всем спасателям нашей страны пожелать? Вот камеры, пожалуйста, говорите. Ну, прежде всего, всем крепкого здоровья, ими, и их семьям. Ну, хочется поздравить все Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, всех пожарных спасателей с профессиональным праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, профессионального долголетия. Ведь спасатели всегда там, где беда, и они всегда помогают людям, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, даже подчас теряя ее. Это благородная профессия. Еще раз всех с праздником, всего самого наилучшего, чтобы вы всегда возвращались домой, где вас любят и ждут. Ну, Юлечка, кстати говоря, спасатели не всегда там, где беда. Вот они у нас в студии, а у нас все хорошо, и, надеюсь, так всегда так и будет. Спасибо вам большое. Позвольте вас еще раз поздравить с вашим профессиональным праздником. Удачи вам и поменьше работы. Ну, а мы, конечно же, еще раз напомним нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях были Сергей Хатько, мастер-спасатель, и Юлия Хатько, начальник сектора психологического обеспечения. Мы продолжаем эфир далее, друзья мои, и сейчас поговорим о гаджетах.